Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Здравоохранение, социальная политика, экономика – главные направления, развитие которых говорил в своем послании президент страны. Весенний день год кормит. В хозяйствах республики начались полевые работы. 18 медалей в спортивную копилку. Таков итог выступления парабадминтонистов республики на первом этапе Кубка России. Послание высоких ожиданий. Так большинство россиян охарактеризовали сегодняшнее обращение президента России Владимира Путина к федеральному собранию. Накануне глава государства заявил, что выступление будет посвящено главным образом внутренним вопросам – здравоохранению, социальной политике и экономике. Послание стало 17-м по счету для Владимира Путина. Буквально сразу же после завершения послания в социальных сетях политиков появились комментарии. На своей странице в Инстаграм глава Чуваши Олег Николаев подчеркнул, что в обращении нашли отражение главные принципы развития регионов и страны в целом. Поставлены задачи в направлении народосбережения. В сегодняшнем послании, прежде всего, развил те направления действий всех органов исполнительной власти и законодательной власти в плане, прежде всего, реализации политики народосбережения. И здесь очень важно отметить то, что помимо всех тех традиционных направлений нашей деятельности, а это укрепление системы здравоохранения, укрепление системы образования и, конечно же, создание комфортных условий проживания, Владимир Владимирович сегодня обозначил конкретные меры поддержки, прежде всего, семей, различных категорий семей. Это, прежде всего, многодетных семей, семей, которые имеют неполный характер. Депутат Госдумы Алена Аршинова считает, что сегодняшнее послание гармонично продолжает предыдущее. Оно сосредоточено на задачах национального, социального и экономического развития. Владимир Путин говорил о социальной поддержке детей и их родителей. В ближайшее время в России построят еще 1300 новых школ, закупят 16 тысяч новых школьных автобусов, 10 миллиардов рублей направят на оснащение педагогических вузов. С этого года будет осуществляться выплата пособий по временной нетрудоспособности родителям дошкольников в размере 100%. А также единовременная выплата детям школьного возраста с 1 сентября в размере 10 тысяч рублей. Подчеркну, что фактически уже в этом году президент поручил возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь. А также в том числе и поддержать студенческий туризм и предложил запустить проект проживания в кампусах университетов по всей стране. Для нас очень важно, что мы в том числе и обновляем наш школьный автопарк, то есть это школьные автобусы. Мы фактически обновляем скорые помощи по всей стране и это касается Чуваши. С точки зрения финансирования и создания на базе высших учебных заведений бюджетных мест и увеличения этого количества для нас это очень важно, потому что это тоже ответ и помощь нам в ответе на вопрос, как сделать так, чтобы наши ребята оставались учиться в наших высших учебных заведениях. Понимая, что у нас очень хорошая база, у нас очень хорошие вузы, хорошие преподаватели. И увеличение количества бюджетных мест, соответственно, и та самая мотивация для ребят, чтобы они выбирали, оставались и в перспективе развивали нашу республику. Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры для поддержки малого и среднего бизнеса, восстановить рынок труда. Будут запущены программы льготных кредитов для турбизнеса и развития студенческого туризма. Особое внимание было уделено развитию регионов, строительству жилья и дорог. Субъект Российской Федерации получит новые институты развития. Это инфраструктурные бюджетные кредиты, как было сказано президентом страны в послании сегодня. Эти бюджетные кредиты будут выдаваться под 3% годовых на реализацию проектов на территории всей страны. Ну, касаясь нашего субъекта, Чувашской республики, мы можем использовать эти инфраструктурные бюджетные кредиты для строительства дорог, для строительства школ, больниц, благоустройства общественных пространств. Хорошие перспективы открываются перед людьми искусства. Для Человека культуры создается фонд грантов. И, конечно же, благодаря этим грантам можно реализовать разные проекты. И, насколько я запомнила, с послания 24 миллиарда рублей отпускаются именно районным дворцам культуры, музеям, школам. Это же, конечно же, очень большая поддержка для молодежи, для развития. Именно было это очень отрадно слышать. У сельчан наступает горячая пора. Если в Батыревском районе уже начался сев, то в Чебоксарском только приступили к весенней подкормке озимых. Хозяйство «Прогресс» многопрофильное. Занимаясь в основном животноводством, собственники не забывают и о кормовой базе. Здесь выращивают ячмень, пшеницу, горох. У озимых, а их площадь более 500 гектаров, пока слабые всходы. И они очень нуждаются в подкормке. Это подкормка азотным удобрением. В данном случае аммиачной селитрой. Ее используют для развития листовой поверхности. С этого и начинаются весенние полевые работы. Без них трудно рассчитывать на хороший урожай. В хозяйстве 1600 гектаров посевной площади. Надо успеть засеять все с учетом благоприятных условий. И речь в данном случае идет о дожде. Это как раз очень благоприятно. После внесения подкормки озимой культуры минеральными удобрениями, дождь для них будет хорошим погодным явлением. Семена мы заготовили. В основном у нас семена высоких репродукций, элитных. Мы семена закупаем у семеноварского хозяйства, у АО «Чурачевская». И в данный момент все семена протравлены и готовы к посеву. Эти два хозяйства – партнеры в бизнесе. Они используют возможности своих технопарков. Выручают друг друга, если техника ломается или не хватает бензина и солярки. Это та самая кооперация, о необходимости которой сегодня говорят на правительственном уровне. В хозяйстве «Чурачевская» недавно реконструировали коровник. Было сформировано высокопродуктивное стадо. У них автоматизировано в хозяйстве все полностью 100%. Даже начиная с кормления до науза удаления. Такой подход к делу дает положительные результаты. Увеличивается прибыль, часть которой собственники тратят на дальнейшее развитие. Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии более 2000 крестьянских фермерских хозяйств. Наибольшее их количество насчитывается в Батревском, Козловском, Чебоксарском, Комсомольском, Ядринском районах. О мере государственной поддержки аграриев республики в нашем сюжете. В сельхозтоваропроизводителям республики уже перечислено более 400 миллионов рублей господдержки. Это более 18% от годового плана. В ближайшее время аграрии получат поддержку в области растеневодства, средства на возмещение части затрат, связанных с производством молока, и на компенсацию приобретения элитных семян. В этом году появились новые формы поддержки. Например, такие, как борьба с борщевиком. Тоже деньги доведены. Задача районов в ближайшее время объявить конкурсы, найти подрядчика и начать бороться с этим борщевиком. Кроме этого, с этого года заведена новая форма поддержки, и начали мы субсидировать затраты на покупку техники, оборудования для переработки молока, для переработки мяса, овощей и картофеля. Это тоже для нашего региона новые направления. Кроме этого, в ближайшее время, после 23 апреля, будет объявлен конкурс на грантовую поддержку малых форм хозяйствования. Кроме того, Минсельхоз России одобрил для нашей республики 111 льготных кредитов, в том числе 45 инвестиционных и 66 краткосрочных. Министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов обсудил с главами администрации районов вопрос сезонного снижения закупочных цен на молоко из личных подсобных хозяйств. О причинах и возможных решениях проблемы в нашем сюжете. История, которая повторяется каждый год. Весной молоко падает в цене, что вызывает большое количество жалоб от населения. Так называемый период большого молока длится не так уж долго, но приносит ощутимые потери владельцам личных подсобных хозяйств – фермерам. В Красночитайском районе, в Янтиковском, Шумерлинском, Аликовском, Ядринском, Урмарском, Вурнарском районах резко упали цены на молоко. Как раз именно с этих районов начали поступать обращения граждан. Значит, мы где-то не доработали. Цена сырого молока зависит от многих факторов. Откуда забирается молоко, какого оно качества, какие затраты несет производитель. Почему разница в цене? Потому что для того, чтобы у населения собрать молоко, нужно провести определенную работу. Это транспортная логистика, затраты на зарплату водителю, дизельное топливо, оформление документов у ветеринарной службы и расчеты с населением. Личные подворья они собирают и сдают, не рассчитывают ни налоги НДС, не рассчитывают то, что перекупщики, кто у них забирает молоко, должны это перевозить и так далее. То есть хозяйство это все берут на себя, поэтому здесь вопрос такой сложный. Чтобы не терять деньги на продаже сырого молока, надо вплотную заняться глубокой переработкой. С этого года власти намерены возмещать до 30% на покупку оборудования по переработке молока и предоставлять субсидии на маркировку продукции. Это позволит сохранить поголовье скота и сдержать рост цен на молочную продукцию для населения. И второй момент. Для владельцев личных подсобных хозяйств сохраняется возмещение затрат на содержание коров. В этом году, в 2021, заложено в республиканский бюджет более 171 миллиона рублей. И, естественно, будет выплачиваться по разным категориям коров на 100 рублей больше. 24 апреля в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по всей стране пройдет Всероссийский субботник. Он приурочен к предстоящему запуску по всей стране онлайн-голосования за объекты благоустройства. Во всех регионах страны пройдет Всероссийский субботник. Преобразить свой город, село, деревню к весне смогут жители всех муниципалитетов Чувашской республики. Субботник пройдет на объектах, благоустроенных в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. А уже с 26 апреля начнется рейтинговое голосование за выбор объектов благоустройства в 2022 году. Прошу принять участие как в рейтинговом голосовании, так и во Всероссийском субботнике. Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте Минстроя Чувашия за городсреда.ру либо уточнить по телефону горячей линии 64-22-16. Мемориальный комплекс строителям безмолвных рубежей планируют создать к концу октября. Его установят в Козловском районе на повороте с федеральной трассой М-7 на село Байгулова. При создании памятника будет использован опыт строительства Ржевского мемориала советскому солдату. Для межведомственного взаимодействия и координации работ по строительству разработана дорожная карта. Напомним, что конкурс носил статус всероссийского. В нем участвовали художники из республики Чувашия, Оренбурга, Брянска, Москвы и Московской области. Большинством голосов победителем признан проект архитектора Константина Фомина и скульптора Андрея Коробцова. Профессия по наследству. Семейные династии в библиотеках сегодня не редкость. Так, в Аликовском районе вот уже более 140 лет библиотечное дело передают из поколения в поколение. Наша съемочная группа побывала в деревне Таутова. Еще будучи девчонкой, Рита Егорова влюбилась в книги. И самое яркое воспоминание ее детства – библиотека. Неизведанный мир, путешествия, знакомство с неизвестными героями. До сих пор она помнит, как однажды вместе с мамой впервые приступила порог библиотеки, где тогда работала ее тетя. Мы зашли, я остолбенела. Там столько книг, все рядом стоят на стеллажах. Мне так хорошо стало. Я почувствовала себя в мире книг. Попросила у сестры книжки. Она на стол положила такие. Но раньше не такие были иллюстрированы. Но все равно мне казались они как сказкой. Тогда в руки ей попала книжка «Приключения Буратино». Она взяла ее домой и не смогла расстаться, даже когда прочла ее от корки до корки. И всю жизнь это у меня настольная книга. Когда в жизни приходят трудные моменты, я просматриваю, пролистаю, где что, прочитаю свой отрывок. И думаю, впереди все будет хорошо. Библиотекарь со стажем почти в 40 лет с гордостью отмечает, что ее профессиональный путь выбрала и старшая дочь. И сегодня трудовая династия Егоровых – это 141 год. Благодаря труду настоящих энтузиастов библиотечного дела у нескольких поколений сельских жителей сформировалась культура чтения, любовь к книге. Вот самая первая у нас работала Валентина Александровна Антоновна. Это двоюродная сестра Полиняца. Она работала в Шундрачской сельской библиотеке. Стаж у нее 27 лет. Потом работала опять двоюродная сестра отца Соколова Елена Александровна. У нее стаж работает 37 лет. Еще есть у меня двоюродная сестра со стороны мамы Николаева Зинаиды Михайловны. Она 23 года проработала в Малатуванской сельской библиотеке. Читать здесь любят. Об этом свидетельствуют и много повидавшие переплеты книг. В сельской библиотеке предпочтительнее, по словам посетителей, книги на родном языке. Правда, их тут немного. Всего же в фонде около 10 тысяч изданий. Библиотека обслуживает пять деревень. А это более пяти сотен тех, кто любит книги. Наталья Мальчикова, Регина Кубайкина, Александр Отяков. Республика. Пара-бадминтонисты Чувашии завоевали 18 медалей разного достоинства на первом этапе Кубка России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. О том, как развивается этот вид спорта в республике в нашем сюжете. Один из основоположников пары-бадминтона в России – наш земляк Юрий Степанов. Он занимается этим видом спорта уже больше 20 лет. Для того, чтобы купить инвентарь, приходилось сутками работать в такси. Но Юрий ни о чем не жалеет. В его копилке не одна сотня наград. И каждая для него ценна. Будь то победа на местном уровне или международном. Уже много лет Юрий пропагандирует этот вид спорта среди молодых. У нас сегодня самая сильная школа по пары-бадминтону. На коляске. Все к нам приезжают учиться. Мы всегда рады помочь. Очень нравится такой вид спорта, где инвалид получает реабилитацию. Спина полностью работает, руки работают. В другом виде спорта таких упражнений не делают атлеты. А здесь укрепляем мышцы, спина работает. Один из тех, кому известный спортсмен открыл мир бадминтона – Илья Паргеев. Они буквально случайно встретились на улицах Чебоксар. Тренер пригласил его на занятия. И с тех пор молодой человек усердно постигает основы. Хотя сначала спорт показался ему детской игрой. За семь лет упорной работы Илья добился неплохих результатов. Начал заниматься. Попал в сборную. Сейчас член сборной России. Мастер спорта России по борьбам бадминтона. В 2019 году мы за границей были 9 раз. И в Африке были. Чемпионат мира. Много где побывали. Вот сейчас последний. Ну, сейчас скоро уже едем в Испанию на отбор паралимпийский. Илья и Юрий нередко выступают в тандеме. Пока у пары ни одного поражения. Пожелаем им удачи и в дальнейшем. Ульяна Питакова, Александр Атяков, Республика. Это главные новости среды 21 апреля. Увидимся завтра. До свидания.